Привет! В этом видео я расскажу тебе об обновлении 2.0. Обновление установлено на сервера игры 21 июля, новый мировой регион Инадзума, источник вдохновения Японии. Нас ждет продолжение задания Архонта, две новые главы. Новые сундуки, задания Мира Испытания. Также разработчики на этот раз отказались от загадок, которые требовали использования определенных персонажей. Путешественников владеют стихией Электро, добавят свежемузыкальные композиции. Показали персонажей, что появятся в следующих обновлениях. Райден Сёгун, Тома, Кудзи Сара, Сангомия Коками, Гора, Яя Мика. Новые противники, Часовые Руин, Зеркальная Дева и Пироги Постаис. Добавить интересные места, особня клана Комиссата. Пройдя по светлой галерее, мы окажемся с чайной господжей Аяки, откуда открывается вид на покрытый зелень внутренний дворик. Вдалеке сквозь цветы Сакура виднеется Инадзума и дворец Тенсюкаку. И прекрасное полотно представляет его крыша, под пробивающимся сквозь пелену облаков лучами солнца. Чайный дом Коморы расположен в Инадзуме в очень укромном месте, куда имеет доступ только особые гости. У него очень тихий и уединенный стиль. Коморы означает свет, проходящий сквозь листья. Хозяин домика собака породы Сиба-Ину, его зовут Тарамару. Говорят, что все работники подписали контракт с Тарамару о том, что они не могут произнести ни слова и должны работать вечно в этом чайном домике. Ужас. Первым будет баннер Аяки, персонаж пятизвезд, одноручная мечица Крио-Стихии. Во второй половине обновление Йоми, персонаж пятизвезд, лучница первой стихии. Также в баннере Йоми будет Сая, маленькая Лоли, персонаж четырех звезд, она вооружена дворечным мечом и владеет глазом бога Анима-Стихии. Нас ждут задания легенд Аяки и Йоми, через которые мы лучше узнаем Инадзума. В баннере события оружия будет новый пятизвездочный одноручный меч, рассекающий туман, и новый пятизвездочный лоу, громовой пульс, добавит крафтовое оружие стиле Инадзума. Мы получим пять видов нового оружия четырех звезд. После обновления 2.0 в игру будет добавлена особая механика молитвы оружия, путь воплощения. Нацелившись на нужное вам оружие, если вы получите пятизвездочное оружие, которое не соответствует вашему выбору, вы получите очки судьбы. Когда вы наберете достаточно очков судьбы, ваше следующее оружие пятизвезд будет тем, что вы выбрали с помощью пути воплощения. Новые артефакты. Первый дает восстановление энергии плюс 20%, и увеличит урон взрыва стихии на 25%, от вашего процента восстановления энергии. Максимальный бонус урона 75%. Второй сет артефактов увеличивает силу атаки на 18%, и если ваш запас энергии составляет 15 или больше единиц, то активация элементального навыка используя 15 единиц энергии, и увеличит урон обычной заряженной атаки, а также атаки падений на 50% в течение 10 секунд. Новая функция «Мистическое подношение» за каждые три пятизвездочных артефакта, за что вы пожертвуете алхимическому станку, вы получите реликварий, содержащий новый случайный артефакт из четырех видов. Путешественники смогут выбрать один из них. Система садоводства. Добавит возможность создать внутричайника собственный сад, и сажать диковинки растительного происхождения. Синхронизация учетных записей ПСН и Мехуё. Теперь пользователи PlayStation смогут без препятствий использовать разные игровые платформы и участвовать в веб-ивентах. События, за которые можно получить персонажа четырех звезд Бейдоу, Корону Прозрения, Камни Истока и другие награды. Возвращение театра, механику, собашенная защита. Награды, именная карта, Камни Истока, Мора, Руда Усиления, Опыт Приключений. События, увеличивающие количество добычи с артери земли. Опыт Мора. События, за которые можно снова получить фею питомца. Рассветки. Розовая, желтая, голубая, фиолетовая. События с испытаниями. Награды. Камни Истока, Мора, Руда Усиления, Опыт Приключений. Вот и все. Понравилось видео и хочешь меня поддержать? Подпишись на мой Твич-канал. Ламповые стримы каждый день после шести вечера по Москве. Всего доброго и путь в конце. Редактор субтитров А.Семкин